В новый храм Блаженной Матроны Московской доставлены две иконы. Это икона Божьей Матери Всецарица и икона Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона. Привезены они в Орел с горы Афон в Греции, написанные святыней монахами по-древней, афонской и византийской техники, иконописи 5-6 веков. Сейчас они уже доступны для поклонения. Это старая афонская и византийская техника письма, которая уходит к корням глубокую древность. Гонки за радиослушателями в очередной раз устроила Европа Плюс Орел. Слушая любимую радиостанцию, главное вовремя успеть забрать свой приз. Европа Плюс Орел решила открыть новый сезон европейскими гонками. Согласитесь, довольно приятно, когда вы едете по своим делам, и вдруг слышите в программе Европа Плюс Онлайн, что можно по пути заехать за вкусным подарком. Удача может улыбнуться абсолютно каждому. Главное вовремя услышать и вовремя успеть. Первый раз слышу, что такое европейские гонки. И вот сегодня услышал, поднадавил на педаль газа и победил. Строитель олимпийских объектов и художник. Все это совместил в себе мценский пейзажист Александр Дежин, выставка которого экспонируется в галерее Арбат. Над некоторыми масштабными работами приходится трудиться не один месяц, а если не нравится, всегда можно исправить. Берем наждачную бумагу, сдираем старый слой с холста и пишем новый. После поражения от металлурга из ВИКС и пост главного тренера футбольного клуба Орел покинул Игорь Лузякин, который он занимал на протяжении почти двух сезонов. Сложусь себе, наверное, полномочия главным тренером.